ну давайте вот и гнать их вопрос такой читал каноны и вот одни каноны они за какие-то грехи они говорят да будет отлучен но срок не показан да а другие да будет там и 5 я там 10 лет 15 лет и так далее вот отлучение и 5 м я то есть отлучение от причастия это одно и то же но по смыслу то да другими словами так и выражается вон отторгнутый ему надо соглашенными выходить а почему так по но отлучен но и понятно а эпитемия это уже определенный срок вот я за русский язык и у меня материал вышел ну вот к истину православия все вчера мы получили эти книги то все уже и там все написано о слове на русский язык что пиопан затворник говорил надо решение когда собрался собор православный прям уже революция началась чтобы по-русски было но это не всем нравится а почему не нравится то вот так спросить как люди то не понимают а у нас был епископ евтихий курочкин но он это узнал когда что-то я у меня вышло но на газете в государственном университете здесь я там был занятия и вот как интересно газета 999 экземпляров а которого в ков вкладыш там не указано они поэтому я прилепляюсь к ними и сразу заказываю 25 тысяч но 25 тысяч это много газета о крещении 14 разных тем ну и о слове о русском то но и архиерей то узнал и начал меня отлучить а отца акима запретить служение раз знала никаких мер не принял и вот так и дальше я запрещаю эпидемию наложил три года на эту тему чтобы не разговаривать а я сразу сказал что сам сказал своим людям что если он что-то сделает движение то я сразу буду стоять в коридоре мне нужды никакой нету а занятия которые я веду в университетах в школах милиции воинских частях по радио регулярно по телевидению он тут никакого отношения не имеет я буду там работать еще больше но проходит года два отец таким как-то приехал туда это ишим тюменская область должна быть а священники два или сколько не знаю сидят архиерей отдельно службу ведет батюшка это счет такое то за бунта до конкур на русском языке а там которые георгиев там то был такой как писатель близкие родственник михаила там и он говорит ну надо же как сумели братья лапкина обиходить епископа он сам начал переводить на русский язык там за упокойные другие которых нет нигде ты года мы три года даже слова не сказали как только наступила 23 марта третий год то мы сразу вели все библейское читать по-русски псалтырь по риме ветхозаветное чтение новозаветные евангелия апостола все на русском языке но если поется что-то то по славянски церковь на славянске то есть мы избрали золотую середину и так у нас все это сошло до конца мы подчинились сразу даже не разговоров нет он же епископ ну и все я гляжу с кого сняли саны ну я бы мог перечислять но вы сами знаете с кого они не держали за них почему что-то нашли еще лучше доход какой-то где-то счет стоило промолчать я уже все и так сказал вот дело то какое надо самого себя смирять а то а то есть такой фильм когда показывает про давида и вот когда бы стали говорить это самуил то не почтил и да он не настоящий сын саула он не настоящий саул говорит тогда я и царь не настоящий потому что он меня помазал вроде помазал то это ладно а теперь что запрещают меня неладно так не пойдет вот надо и здесь тоже определить золотую середину все слушаю дальше на дихо я прочитал какого-то святого что вот он говорит написано изверженность сана это не значит что прям полностью лишается потому что это как крещение ну рукоположение нельзя так же полностью ликвидировать как и крещение нельзя отнять то есть это большая большая разница крещение нельзя отнять решается и крещение когда ведет себя неправильно крещение то было а его и как и нету а наоборот отвечать а уже что касается рукоположения и сравнивать одно с другим близко не подходит снимают сан и что могут на определенное время запретить еще себе сравнение дали откуда вы это взяли это у католиков так они считают что нельзя сана лишить ну католики пускай делают у нас никогда этого не было это не в канонах нигде нету я говорю со знанием дела и она никак не может быть запрещение извержение из сана вот так но вы знаете каких священников тут запретили ни одного а группами даже было вот епископ был там диамид из него сан сняли а он епископ был но и все они это он продолжал рукополагать я его не знаю мне разницы нет но считаю это неправильно но неправильно ты ему подчинялся подчинялся там патриарху а чего ради то они при том делали вот это не надо делать а он дальше идет вот я говорю я сам на этом стоять стоял меня за шиворот потрясли но архиере ничего не сделал не на батюшку не на меня маленькое время и приходит он мне с вами отдельно хочу поговорить ну и поехали когда там автовокзал то оказывается там где-то голосование было мы к зарубежной церкви относились то и там проголосовали отца акима бывает там аксиус анаксиус это против за отца акима все проголосовали до одного больше не за кого было там если 10 епископов было за кого-то 37 против вот такое а за таким а все проголосовали и он говорит не идет никак в епископа то поговорить со мной он знает я поговорю говорю чтобы никогда не близко не приближался до какой он епископ то но место с места ездить куда дальше возьми это все куда она потянет то не надо его трогать он на своем месте лишь как у него даже выхода в интернет нету то есть у нее друзья у батюшки нашего такие же он служака служит все надо а вот это вот чтобы кинуть куда-то сеть дальше то не и как лапсами человеков у нее друзья такие не ну ходят и ходят номинальные вот так вот посмотри какие священники активные взять андрея ткачева да не он только тут еще и другие есть так вот братья вопросы пожалуйста задавайте давайте вот боялся игноте хоть что книги там что-то долго задерживаются и слава богу пришли к пришли вчера привезли значит они сделали так ну тут у нас было 480 такого же все мы заказали такого же цвета такие же буквы в заголовки такие с абажуром это так а это 883 нужно большая разница два раза то стоило тысячу сто это две тысячи двести в два раза больше она и они сделали так что запаяли каждую отдельно отдельно за сумме капли воды туда не попала вот так ну а дальше по три отдельной сверху еще ну там отверстие как бы ездят а я сказал сегодня если кто но но это третье издание у нас его заказывает по одному не будет только 36 или 9 заботе чтобы у вас своя было кажется заначка то как-то мне надо и все на этом кончилось так не делает верующие если бы я так делал никого тут и не было вот так а мы же издали сейчас 5000 экземпляров надо думать как расшевелить купи скажешь нету ну потом отдашь но высылать будем только так заранее сказали потому что мы будем готовить очень серьезное это проповеди во свете святой библии еще не знаем как будет я занятия виду это просматрив корректор занятий даже не знаю сколько есть 123 кажется занятия и это занимает 1300 страниц вот я уже перешел на за тысячу сейчас главное мне это добить а потом которые видео превращает в ворди по займусь этими но там еще четыре к на четыре книги как это будет не знаю ну придет работа помаленьку надо ускоренно сделать пока есть возможность вот так и на тихо а вот для слова божия нету как она будет переиздаваться но я согласился все это последнее при том вот это который будет сейчас издаваться проповеди везде написано ответственно ответственный издаю не я а будет показано издает содружество автор будет указан а издание издание кто это проворачивать типографии все так я решил очень большой материал очень если думаем 5 том тому будет тут евангелие там новый завет 3 проповеди в стихах 4 а это 5 первое 752 страницы второе четырехтомник который 882 страницы в каждом томе а вот это будет пятитомник я так думаю ну бог его знает каждый том будет 1300 страниц 5 томов материал громаднейший просто как братья если нет вопросов тогда свобода на тихо отхожу отхожу а избрать кто будет молиться сейчас посмотрим а вот миллер андрей здесь нет а вопрос еще есть давай да вот когда литургия заканчивается у нас священник исповедует воскресенье и во время того когда он исповедует женщина читает молитвы как так они якобы на кто не подряд он мне как объяснил кто не подготовился к причастию вот сейчас вычитываются эти молитвы я ему предложил проповеди хотя бы читать в это время я на златоуста чтобы хотя бы люди ну хоть как-то прислушивались может быть кто-нибудь ну какая польза была он сказал что это часть литургии и она златоуста так это или нет ну вот у нас кончилось сейчас богослужение сейчас пришли только от исповеди в отдельной комнате общие считает а потом по одному заходят один выходит там две двери другой заходит все полная тишина никого нет а остальные которые там стоят то там считает каноны но за дверью отдельно совершенно другая комната батюшка открывает двери один заходит все следующий вот они воскресенье в субботу хотел сказать много много гласе это большая беда которая с трудом была кое-где она прекращена одновременно отпевают одновременно вещают и не поймешь еще зашел один говорит праведник и сказал это что банда какая-то у девора вопрос давай уже второе занятие говорят про гнев читая экклесиас там я думала что гнев от глупости сейчас переведу стих писания но будь духом твоим поспешим на гнев потому что гнев низится в сердце глупых вот какой гнев низится в сердце глупых тогда у меня вопрос еще не понял то ну давай это иван переводи в общем мы уже второе занятие говорим про гнев и там блаженный феофилат говорил что гнев не совершенно чужд правды и вот мы разбирали какой гнев не совершенно чужд а который а какой неправедный какой праведный какой неправедный праведный когда ты знаешь за истину и прекращаешь что-то какое-то злодейство это явно видно что и воззрел на них с гневом господь спросил творить добро или зло и они молчат они больше ничего не делали молчали он и он воззрел на них с гневом и когда господь начинает проклинать уничтожать ясно что с гневом и разгневался господь написано и мы должны подражать господу конечно он когда не похворяется церковь он бьет ее но у нас бить то не надо уже надо смотреть за правду ли не за правду иначе гнев человека как работают какие мускулы нервы все этого не было бы златоуз говорит если бы это было не от бога это заложено в нас разгневался еще апостол панель когда говорит ты враг всякой правды сын дьявола что он его хорошие ты да только сыночек у дьявола он так говорил тряслось и все тут надо иногда считать с выражением а даже вот этого что я сказал это надо вот они ходят пришли в пустыню люди военные там другие и и он их встречает что молодцы пришли нет говорит порождение ехиднины то есть змееныши кто внушил вам бежать от будущего гнева кто ну и дальше уже разговор пошел ясно дело интонация все меняется даже животным когда бывает у тебя щенок и он подрастает ты зашел а он тебе книжку рвет и ты его не бей ни в коем разе и он потеряет тебе и ты его потеряешь ты посиди смотри он делает тогда возьми легонько его так как бы стукнет по мордашке то он поймет что книжку брать нельзя книжка дерется вот так а то зашел а да ты такой вот надо на это смотреть не так желательно конечно говоря это не оттолкнуть ну а как я креститель обличал ирода не должно тебе иметь жену иродиаду какой интонации говорил мы не знаем и вот филипп подходит когда евнух едет он а ты понимаешь что считаешь и дальше идет какой разговор вот в ролях надо считать то чтобы было тут как-то считали дочь и фая у меня народный артист был на квартире мы это все засчитывали стихи разных редких таких поэтов на гравюру гестава даре вот дождь моя дождь он говорит и рыдает прямо без слез нельзя слушать но так это конкретно определенный момент а так просто разложить вот здесь я буду гневаться тут не буду нет будет не так выбирайте на техночь тогда я сказал еще один вопрос можно давай Игнат Тихонович Давид перед смертью Соломона назвал мудрым когда просил наказать обидчиков своих это ему пророчески было открыто что сын его попросит в будущем мудрости до конца не понял даже сейчас скажу Игнат Тихонович когда умирался Давид он назвал своего сына Соломона мудрым когда тот просил наказать обидчиков помните да помню вот и ну это пророчески он называл его мудрым или из-за наказания вот этих обидчиков как как ну которые остались они наказаны а двоих то он про двоих говорил нет она задает вопрос говорит он его назвал мудрым это пророчески уже он предвидел что он будет мудрым да откуда мы знаем пророчески он знал что до этого уже он показал себя мудрым и особенно напугал он когда двое спали там женщины-то ребенка задавили то и он решение пополам разрубить дать и все дрогнуло люди поняли ему мудрость дана и на окрестностях за границу и там царица савская приезжает азус он видел что нормально рассуждает и ему можно доверить и он его то эту мудрость эту видел решительность его он сразу вызвал ладонью а он горит я старше мне надо было а пришел ависагу простить который грелкой было до давида а мать то его решила за походотайствовать попросил а вот тогда проси ему чтобы он был до царем сразу же сказал в этот же день его казнил брата и все остальные заглохли в этом поступить разумно это не просто было решение принять он сразу сначала вызвал сказал за город не выходи как за стены выйдешь все сразу вот в этот день помрешь а у вернулся вернул назад и даже не вспомнил а тут же доложили вот мудрость это и он заметил в житейской мудрости а то что потом он из-за женщин поплыл и разных идол понатащил то его же нету соломона мне соломоном то не называют сами евреи называют у нас была фаина соломонов на еврейка но она не в не была приходила у нас была а у нас соломоном не назовешь его в календаре нету он совершил тяжкий смертельный грех идолов если даже играть на груди твоя на спала жена и скажет пойдем служить другому богу рука твоя да не пощадит ты первый должен бить ее камнем вот как а он их тут понатащил и все молчат и вот господь наказал ровом за ним был год скуда умный ровом скуда умный старики сказали день такой ты воцаряешься интронизация но ты смени маленько не горит ну жить я нету ни выходных ничего нету налоги такие большие не десятину а три десятины ну к примеру сказать и дальше это а молодые посоветовали а молодые то они понятия не имеют и скажи наоборот вот бечом наказал я буду скорпионами наказать скорпионы это на бечевке на конце крючок железный когда били они пукали к куски отрывали так называется ну и тогда и все остальные отступили пошло по шатрам ну и все израильское государство иудейское десять колен сразу отскочили будут между собой воевать вот как сейчас бывает где-то с родственные между собой англосаксы или славяне а враг радуется этому вот так все вот я избрал андрея миллера я здесь так переведи слова миллер как переводится не переводится переводится мюллер мельник ну ладно давайте вот сейчас про поют они там достойно очевидно и после этого помолитесь поблагодарите бога и в конце прославьте святую троицу слава отцу и сыну и святому духу и громко скажите аминь и кто будет говорить аминь за ним молитва делается вашей как апостол павел говорит все с богом достойно есть я кого истину блажите тя богу родицу и сна блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истление бога слова рожую сущую богу родицу тебя величай и господи иисусе христе сыне божий благодарю тебя за эти занятия благодарю что я могу помолиться что ты мне дал время на это слава отцу и сыну и святому духу аминь 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 благодарю всех братья спаси христос каждый говори аминь спаси христос благодарим за молитву за занятия